всем привет вы на канале крипто комманс и bitcoin у нас наконец-то зашевелился ребята устроил просто кульбит с переворотом на отчете об инфляции в сша результаты которого в принципе были не удивительными но что мы видим что мы сквизанули очень сильно вниз и полностью поглотили уже это падение на ближайшем рассмотрении но давайте посмотрим как это выглядит отдаляясь хотя бы на часовой таймфрейм а выглядит это следующим образом что мы здесь пробились ложно вниз из этого треугольника который рисовали с вами уже очень давно давайте даже отдалимся лучше на 4 часовик где будет видно это яснее смотрите мы пробили нижнюю линию поддержки которая удерживалась все эти разы но вот здесь конечно немного ниже проваливались но здесь мы ее прям сильно пробили на хороших объемах биток сходил вниз вынес стопы лангистов и после этого мы развернулись и пошли наверх что сейчас происходит мы снова идем к этой линии сопротивления которая отрабатывала уже достаточно много раз как вы можете видеть еще с 30 тысяч долларов она у нас появилась и вот мы от нее все время отскакивали поэтому сейчас будет решающий момент если это все таки был реально ложный пробой то мы должны пробить эту линию сопротивления и продолжить движение наверх возможно с ретестом ее возможно без но в целом должны пойти выше и переписать вот этот вот локальный максимум в 25 тысяч долларов который у нас был с вами не так давно потому что хочу вам напомнить что на макро картине если мы отдалимся с вами на недельный таймфрейм мы сейчас стоим на уровне 20000 долларов ну пускай это 19 18 22 не суть важна это все 20000 долларов но это уже не те 20000 долларов которые были на предыдущем пике в семнадцатом году это были очень неоправданные 20000 долларов дорогие 20000 долларов если хотите потому что биток в том же семнадцатом году стоил еще меньше чем 1000 долларов я тогда это говорил что ребята биткойн неоправданно дорого стоит его надо шортить сейчас же эти 20000 долларов это уже очень дешевый биток поскольку он уже был практически на 70 и с тех пор много воды утекло и много времени прошло и даже если мы посмотрим на логарифмическом масштабе и примерно вот так накинем кривые то мы увидим с вами что тогда это были 20000 долларов наверху этого канала а сейчас это 20000 долларов внизу канала то есть сейчас это очень хорошая цена для покупок как тогда это была хорошая цена для продаж потому что время идет и время на нашей стороне как говорит бенджамин ковен потом опять же я вам хочу напомнить что биткойн все еще удерживает очень важный уровень если мы накинем сетку фибоначчи от корона дампа до локального хая то вы увидите что этот уровень идеально совпадает семьдесят восьмой фибой семьдесят восьмым расширением фибоначчи и друзья мы уже так долго на нем стоим мы уже четыре месяца стоим на этом уровне и видим как сила продавца иссякает поэтому что я вам хочу сказать это все не значит то что биток прям сейчас точно отсюда развернется и не уйдет еще ниже нет он может сходить еще ниже сквизануть всех но на балансе вероятности то что долго это продолжаться не будет и в долгосрок сейчас очень выгодная зона для покупок на мой взгляд тем более индекс доллара если мы на него посмотрим он конечно все еще прибывает у нас в параболе на недельном таймфрейме и может все еще сходить еще выше но тем не менее если мы посмотрим на дневку мы уже сформировали понижающиеся максимумы и даже если индекс доллара не пойдет сейчас вниз а просто пойдет в бок это уже будет очень хорошо для других активов таких как крипта фонда золото и так далее нам не нужно чтобы доллар падал вниз нам достаточно чтобы он шел в бок хотя он все еще может конечно развернуться и пойти дальше тогда мы увидим очередную распродажу на крипто рынке но пока на мой взгляд друзья вот оно то дно как раз потому что смотрите мы пробили этот треугольник ложно вниз всех вынесли сейчас все будут бояться ланговать и мы просто возьмем мы покажем очень хорошее движение наверх хотя бы вот к этим средним значением в районе 30 напишите в комментариях кстати как думаете вы отобьемся мы отсюда и пойдем наверх или же все таки вот это сопротивление снова окажет давление на цену и и мы отвалимся дальше вниз очень интересно знать ваше мнение в комментариях ну и кстати если вам нравится крипто контент не забудьте поставить лайк и проверить подписочку на наш канал если вы зашли впервые лично я ребята уже набираю лонг позиции я не успел поймать вот это вот дно мы с моим другом пифагором ездили в красивое место в горы вот показываю вам фотку если вы не видели и как бы я это видел но с телефона решил короче не залетать в лонг пифагора тут сбила стоп не знаю зашел он лонг или нет но в общем это трейдинг ребята мы не можем всегда заходить точно прям на дне выходить на потолке мы можем работать только с вероятностями тем не менее я вижу бычье поглощение на младшем таймфрейме я буду следить сейчас за старшим таймфреймом здесь я вижу что мы очень сильно уважаем вот этот вот уровень от которого мы снова отбились посмотрите вот горизонтальный уровень 18700 примерно абсолютно четко кстати отработала вот это вот плита о которой мы говорили на прошлом стриме и этот вариант сложным выносом мы тоже обсуждали поэтому я все еще придерживаюсь картины того что это заходной в лонг ну никак не в шорт набирая лонг позиции прямо по текущим ценам потому что они все равно выгоднее чем были там еще несколько дней назад когда я закрылся и что еще хочу отметить про эфир классику давно мы его не смотрели я кидал сегодня в telegram чат скрин со своим наблюдением что эфир классик после своего вот этого локального пампа опустился точно на уровень 78 фибы и для меня это хорошая зона я думаю что мы прямо двигаться не знаю как с откатами или без откатов но в целом я настроен побычи на эфиром классик потому что это настоящий эфир это никакой не эти h и даже не эти hw это тот самый эфир который вот майнеры сейчас могут и майнить самый настоящий первозданный эфир да и в принципе все остальные альткоины на которые вы смотрите побычи я думаю что их имеет смысл набирать тот же ripple посмотрите показывает какую силу он вообще особо даже еще не упал он как начал двигаться уже сделал x2 и падать пока похоже что не собирается вот он сходил четко до 0 5 уровня если мы продолжаем бычье движение по ripple то я думаю что этот 0 5 уровень отработает сейчас как поддержка вот на 68 мы тоже были на 0 5 следующий может быть вот 0 38 и 2 и полетели наверх короче говоря друзья я думаю что пора бы пора бы уже крипто рынку оживиться и начать двигаться поэтому я подбираю как уже сказал биткоин эфир эфириум классик дэш битдао полка дот и прочие другие монеты чейнлинг кстати тоже думаю что надо взять напишите как думаете вы но у меня на этом все более подробный обзор завтра спасибо что посмотрели ставьте лайк подписывайтесь на канал всем профит роли торгуйте осторожно и все будет хорошо пока а Субтитры сделал DimaTorzok